Всем привет! Спортэкспресс представляет обзор 17-го тура бразильской серии А. Лучшие моменты, голы, результативные передачи и, конечно же, красивейшая бразильская техника. Все это в нашем сегодняшнем видео. Атлетику Гояниенсе на своем поле принимал атлетику Паранаэнсе. На ход игры явно повлияло быстрое удаление. Уже на 18-й минуте встречи опорный хавбек хозяев Виллиан Мараньян получил прямую красную карточку. В безобидной ситуации он дал пощечину Эдуарда. Очень скоро хозяева могли заработать пенальти. Энрике сфалил в своей собственной штрафной. Однако Роберто находился в офсайде в момент нарушения правил. Арбитр принял решение не назначать пенальти после видеопросмотра. Виктор прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную. А за Роберто реализовал момент. Второй тайм попытки гостей отыграться. Такой же прострел справа от Никау. И качественное завершение от Читадини. Никау сыграл классно, красивейшим финтом обыграв соперника. В итоге 1-1. Аутсайдер серии А Каретиба на своем поле принимала Сантос. И пропустила быстрый гол. Филипп и Джонатан выполнил передачу в штрафную с левого фланга, которую замкнул Кайю Жоржи. Отличная комбинация после длинной передачи из глубины поля. И не самая лучшая игра голкипера Уилсона. Каретиба могла отличиться после розыгрыша у голового. Головой бил Ян Зассе. Однако вратарь Паула был великолепен. Сантос вскоре забил второй. Пенальти реализовал Еферсон Сательда. В очень элегантной манере. Все оставшееся время Каретиба оказывала давление. И даже попала в штангу. Аугусто ушел от Джобсона и мощно пробил издали. Хозяева все же отличились, но уже во втором тайме. Это сделал все тот же Аугусто. В этот раз его дальний удар оказался точным. 2-1 побеждает Сантос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Гремио играл в гостях у Сан-Паула... Гости имели хороший момент в середине первого тайма... Исак отдавал передачу на Пепе... А тот пытался пробить издали... Во втором тайме могли отличиться хозяева... Гомес бил издали, однако галкипер Ван дер Лей справился с этим ударом... Игроки Гремио опасно разыграли стандарт... Алисон выполнил кросс в штрафную площадь... В которой вел борьбу центральный защитник Жеромел... Он оказался на газоне, однако пенальти назначен не был... Хорошую возможность отличиться имел игрок Сан-Паулу Лусяно... Он бил в касание после кросса с левого фланга... Однако выше... В итоге 0-0... Коринтианс на своем поле принимал фламенго... Сначала экс-игрок матридского атлетика Филиппо Луис... Выполнил кросс с левого фланга... Точно на голову Эвертону, который реализовал момент... Затем отличился бывший нападающий ЦСКА Витинью... Точный удар в угол из опорной зоны... Счет стал разгромным в результате розыгрыша углового... Эвертон выполнил подачу с правого угла... А Натан забил головой... Впрочем, Коринтианс боролся... Помог штрафной... Луан выполнил кросс слева... А центральный защитник Жил выпрыгнул выше всех... Витинью поучаствовал и в четвертом голе фламенго... Он отдал передачу на Ислу... А тот прострелил штрафную... На передачу откликнулся Энрике... В концовке встречи счет стал неприличным... Оборона Коринтианца ошиблась под прессингом... Не сумела справиться с техничным Диего... И получила пятый гол... Разгром 5-1... Субтитры создавал DimaTorzok Интер на своем поле принимал маску Дагамо... Хозяева имели хороший момент в самом начале встречи... Гольярдо бил головой после кросса с правого фланга... Однако голкипер Мигель потащил... Классный сейф 35-летнего вратаря... Вскоре хозяева все же забили... Гольярдо в одиночестве остался в штрафной площади... И выкатил пас на Эдениусона... Тот точно пробил издали... Интерактивно атаковал левым флангом усилиями Патрика... Один из его кроссов привел к назначению пенальти... Гольярдо завалили в штрафной площади... Он же и реализовал 11-метровый... Это его 14-й гол в текущем розыгрыше серии А... Гольярдо лидирует в списке бомбардиров чемпионата... Гости пытались отыграться... В частности издали Билл Кана... Мяч пролетел рядом со штангой... Интер мог забивать еще во втором тайме... Мигель спас свою команду после очередного удара Гольярдо... Поэтому разгрому не случилось 2-0... Играет музыка... Играет музыка... Играет музыка... Барагантино на своем поле принимал спорт... Голкипер гостей Полли чуть было не привез курьезный автогол в простейшей ситуации... А затем могли отличиться хозяева... Артур смещался с фланга под удар, однако пробил выше... Он же мог забить в концовке первого тайма... Используя примерно такой же прием, однако мяч вновь полетел выше... Барагантино все же забил во втором тайме... Сначала Полли вынес мяч подальше после прострела Тубарау... Но первым на подборе оказался Риллер... Он отправил мяч у ворота роскошным ударом издали... Здесь у Полли шансов не было... Вскоре хозяева забили второй... Тонкая передача Ютала на ход к Лаудинью... А дальше торжество бразильской техники... Барагантино побеждает со счетом 2-0 и берет важные очки... Р Surface Барагантино А Herz Икру Субтитры создавал DimaTorzok Он справился с ударами Асфальда и Роналда, а затем грамотно сыграл на выходе во время контратаки. Качественный подкат против все того же Асфальда, но затем все же пропустил. Форталеза получила численное преимущество в штрафной, которым воспользовались Роналд и Давид. Кори Давид оформил дубль. Он оказался первым на добивании после попадания мяча в штангу. Плохие новости для Палмейрос. Четвертое поражение подряд. Субтитры создавал DimaTorzok Батафога дома принимал Гояс. Сначала Руан простреливал в штрафную, а бывший игрок ЦСКА Хонда наносил удар. Галкипер Тадео справился. Затем скидку на Рауля пытался сделать Алишандро. По Раулю качественно отработал Кажу. Хонда выполнял передачу на Руана, но тот пробил прямо во вратаря. Затем опаснейший удар наносил Рауль. Тадео вновь справился. Моменты возникали и у Гояс. Винисиус и Бесса убежали в контратаку, впрочем, не закончившуюся ничем. Руан снова проверял на прочность галкипера Тадео, а затем это сделал Алишандро. В концовке первого тайма издали бил Шайлон, а во второй половине встречи неплохой момент имел Винисиус. Хонда пробовал забить издали, а затем неплохие финты показывал Баджу. В итоге 0-0. Байя на своем поле принимала атлетику Мейеру. Первыми забили гости, с передачи Ревера отличился Саварина. Атлетику выиграл верховую борьбу в чужой штрафной. Во втором тайме хозяева отыгрались. Сначала Элиас заработал штрафной, затем Жилберто пробил издали. Вратарь Эверсон парировал этот удар. Однако добивание выиграл Даниэль Зинью. Затем грубую ошибку допустил Гуга, которого когда-то хотел подписать московский Спартак. Он выкатил мяч прямо на ногу Жилберто. Дальше дело его техники. И защитник и вратарь пролетели мимо автора гола. В концовке оборона Атлетику совсем провалилась. Жилберто беспрепятственно получил передачу от Даниэля и оформил дубль. Удачная замена в перерыве от главного тренера. В итоге 3-1. Удачная замена в перерыве от главного тренера. Удачная замена в перерыве от главного тренера. Удачная замена в перерыве от главного тренера. Сегодняшний лидер техничный Диего. Пятый гол фламенго в ворота Коринтиенс был забит в типичном бразильском стиле. Теперь посмотрим на лучший сейф 17-го тура. Это голкипер фламенго Соуза. Хорошая реакция для 21-летнего вратаря, считающегося одним из основных талантов Бразилии. Во многом благодаря ему счет получился таким разгромным. Премию лучший финтура уходит к левому защитнику Сан-Пауло Ринальдо. Он замучил своего оппонента по гремию Луиса Арихуэлу. Пусть команды и сыграли в ничью 0-0. Теперь пришло время выбрать сборную 17-го тура. В воротах Соуза, представляющий фламенго. Справа в обороне Родиней из Интера. Пара центральных защитников Диего Коста из Сан-Пауло и Виктор Куэста из Интера. Слева в обороне Филиппо Джонатан из Сантоса. В опорной зоне Эвертон Рибейро из Фламенго. Слева в полузащитник Клаудинью, представляющий Барагантино. Справа Вина из Сиары. Слева в атаке Жилберт. В центре Давид, представляющий Форталезу. Справа Витинью из Фламенго. Лучший тренер тура Доменик Торен из Фламенго. Лучшим игроком тура признан полузащитник Фламенго Эвертон Рибейро. Он забил первый гол своей команды в матче с Каринтиенсом. А еще отдал два ассиста. Его команда победила со счетом 5-1. В турнирной таблице серии А лидерство делят Интер и Фламенго. На третьем месте находится Атлетико Минейро, отстающий от этих команд на 3 очка. Среди аутсайдеров Атлетико Паранаэнси, Каретиба, Барагантино и Гояс. Атлетико Паранаэнси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова